В самом сердце инновационных экспериментов и инженерных решений НАСА находится наш герой. Человек уникального склада ума и непреклонной решимости. Это не просто еще один инженер в длинном ряду специалистов. Это настоящая легенда, ставящая перед собой амбициозные задачи. И на сей раз его целью стало создание двигателя, способного работать без традиционного топлива. Вдохновленный мечтами о бесконечных путешествиях вглубь космоса, без необходимости брать с собой массивные баки, он решился на то, что ранее казалось невозможным. Эта история о том, как неординарное видение и страстное стремление преодолеть технические преграды привели нашего героя к началу одного из самых захватывающих проектов в истории космонавтики. Оставайтесь с нами и вы узнаете, как этот инженер начинал свой путь на НАСА. Наш герой не сразу оказался в стенах НАСА. Начало его пути похоже на метеорит, летящий с невероятной скоростью. С детства он увлекался звездами и мечтал изучать их не издалека, а быть частью чего-то большего. Будучи еще студентом, его работы в университетской лаборатории привлекли внимание легендарных научных светил. Его способность мыслить нестандартно и его уникальные решения в области аэрокосмических систем выделяли его среди юных инженеров. Первым успехом стала его научная статья, которую заметили в престижных кругах и которая обеспечила ему место в исследовательской группе НАСА. Однако молодой талант не остановился на этом. В первые месяцы его работы в агентстве он успешно применил инновационные подходы к решению сложных задач, что позволило значительно упростить некоторые процессы в области аэрокосмических исследований. Именно его ранние достижения и свободное мышление позволили нашему герою завоевать уважение среди коллег и получить возможность работать над проектом мечты, тем самым двигателем без топлива. Но на этом его история только начинается, ведь впереди ждет куда более амбициозные испытания. В тускло освещенных залах лаборатории, где тонкая грань между вдохновением и капитуляцией теряет свою четкость, наш герой погружается в завораживающий мир исследования. Каждое утро начинается с тайной встречи с коллегами, которые разделяют его мечту и понимание величия цели. Инженер сосредотачивается не только на формуле, но на концепции, где безмолвный вакуум космоса может стать единственным топливом для двигательной установки. Чтобы защитить свои идеи от любопытных взглядов и бюрократии, он работает в тесно сплоченной команде, тщательно проверяя каждую гипотезу и фиксируя в протоколе. Из-за возлагаемой ответственности они действуют осторожно. Исследование направлено на выявление альтернативных источников энергии, таких как используемые частоты и волны естественной природы. Часто в полуночные часы здесь находят решение задачи, отбрасывая завесу непонимания передохнувших за днем умов. Однако, как это будет принято на высшем уровне, остается загадкой. Новый всплеск инициативы грозит потрясти стены самого НАСА, но наш герой и его команда все еще держат это в тайне, готовя эксперимент, который изменит все. Вскоре стены лаборатории станут свидетелями первого значительного испытания, которое только усилит интригу революционного проекта. Наш герой, находясь под впечатлением как от научной фантастики, так и от конкретных научных предпосылок, разрабатывает смелую теорию. Эта теория базируется на использовании принципов, задействующих электромагнитные волны и разнообразные эффекты квантовой механики. Представьте себе двигатель, который ловит и использует естественные явления, аналогичные солнечному ветру или космическому излучению. Без необходимости в тяжелых топливных резервуарах их место занимают компактные решения для генерации энергии прямо из окружающей среды. Воображение нашего инженера породило причудливую синергию, случайное объединение известных теорий, которые, тем не менее, могут предложить практическое решение. Сложность этих научных идей заключалась в интеграции их в работающую систему, которая закладывает основу для инновационного подхода. Окружающие коллеги видят в этом неочевидный выход из тупика, который уже десятилетия тормозил прогресс. Однако тормозит ли это лишь процессы его собственного воображения или оказывается полезным в долгожданных испытаниях? Ответ на протяжении дальнейших исследований и экспериментов. Вскоре мы увидим, как его амбиции поднимутся до высочайших вершин, сталкивая их с очень реальными вызовами. Испытания не заставили себя долго ждать. Но первые эксперименты начались в атмосфере восторженного ожидания, но сразу напомнили, что путь к успеху редко бывает прямым. Изначально все выглядело перспективно, но двигатель ввел себя непредсказуемо. Казалось, что законы физики, подкрепляющие гипотезы команды, играли с ними, бросая в воображаемые преграды. Непредвиденные колебания и странные нагрузки вели к тому, что результаты экспериментов отклонялись от расчетных данных. Некоторые коллеги склонялись к тому, что проект утратит свою значимость, но каждый сбой лишь разжигал любознательность нашего героя. Вечер за вечером он и его команда анализировали ошибки, обсуждали разные возможности и часто находили неожиданные открытия на пути к разгадке загадки. Одно из них заключалось в понимании того, как квантовые эффекты могут влиять на производительность двигателя. Это открытие носило характер откровения и придавало дополнительную уверенность в правильности их направления. Но впереди их ждало множество вызовов. Какая невероятная помощь вскоре появится, чтобы поддержать их усилия. Неожиданная поддержка, открывающая новые горизонты в исследовании, была уже за углом, оставаясь пока что лишь мистическим и пока загадочным фактором в ходе их работы. Постепенно результаты всех исследований и настойчивость нашего героя начали вызывать интерес среди коллег внутри НАСА. Те, кто изначально скептически относился к его амбициям, теперь проявляли желание изучить его находки более тщательно. Стена недоверия начала трескаться, когда несколько ведущих инженеров решили лично понаблюдать за работой над таинственным двигателем. Субтильные откровения и неожиданные открытия подтолкнули их к пересмотру своих убеждений. Изменения не заставили себя долго ждать, опытные ученые, увидев потенциал идеи, предложили свою помощь, снабжая нашего героя ценными ресурсами и опытом в различных аспектах разработки. Скоро тайные исследования стали общим делом, а идея нового двигателя захватила умы не только коллег-энтузиастов, но и других команд, которые начали вносить свой вклад в разработку. Электромагнитные модели и теории квантовой механики, ранее считавшейся чистой теорией, теперь приобрели зримую форму и всерьез начали обсуждаться на конференциях и встречах. Наш герой обрел новых союзников, которые стремились внести свой вклад и ускорить процесс создания революционного двигателя. Эта горячая поддержка, дополненная коллективной энергией и талантом, начала заметно приближать команду к тому моменту, когда их невероятное изобретение сможет обсудить весь мир. Но впереди стоял вызов, который требовал выдержки и терпения, ведь на пути стояли старшие ученые с их скептицизмом и настороженностью. Тензия в лаборатории нарастала. Инженеры его команды знали, что ближайший эксперимент станет критическим. Это было время решительных действий и технического гения, который должен был воплотиться в реальность. Все внимание сосредотачивалось на одной единственной установке, где каждый винтик, каждый провод были проверены, чтобы устранить малейшие шансы на ошибку. В этот день все совпало. И расчет, и интуиция, и команда работающая как единое целое. Система запускалась, и необычное манилирование Германии и новых компонентов, привлекших внимание энтузиастов науки, начало подавать признаки жизни. Двигатель ожил, впервые демонстрируя стабильные результаты. Экраны показывали данные, подтверждающие то, что раньше было лишь теорией. Электромагнитные потоки, казалось, удавалось удерживать в нужном диапазоне, и эта новость стремительно распространялась как волна. Казалось, Вселенная остановилась, и воздух в лаборатории был пропитан ожиданием будущих открытий. Братья по науке приветствовали новообретенный успех, осознавая, как близко они подошли к своей мечте. Пока эмоции еще только начинали кипеть, пришло время сосредоточиться на грядущих испытаниях и последствиях их эксперимента, ведь вскоре появятся голоса, требующие доказательств в более широких масштабах. Это была лишь первая нота в симфонии инноваций, за которой следовало самое интересное и сложное испытание с бюрократией и скепсисом в научных сообществах. Хотя экспериментальная установка показала обнадеживающие результаты, наш герой и его команда столкнулись с таки серьезным сопротивлением со стороны старших ученых и бюрократов НАСА. Новаторские идеи часто вызывают недоверие, особенно когда они бросают вызов устоявшимся теориям. Высокие чины в организации, вооруженные десятилетиями опыта и значительной долей консерватизма, не сразу приняли результаты как значительные. В их взгляде новый двигатель казался фантастикой или даже угрозой устоявшемуся порядку. В то время как наш герой горел успехом и вдохновлял коллег, ему пришлось бороться с администрацией, требующей множество дополнительных проверок и доказательств. Это усугубляло обстановку, создавая напряжение между теми, кто был на передовой нового открытия, и теми, кто волновался о сохранении стабильности и репутации НАСА. Вся команда была в двойственном положении, чувствуя как радость от достижений, так и давление от нежелания остаться на передовой инновации. Каждое новое требование казалось еще одним невидимым рубежом, который они должны были преодолеть, чтобы доказать обоснованность своей работы. Наш герой понимал, чтобы убедить своих оппонентов и преодолеть барьеры бюрократии, потребуется нечто большее, чем документы и отчеты. Время показать миру результат — единственное, что могло решить исход этой напряженной ситуации и проложить новый вектор в истории космонавтики. Решающий момент приблизился, когда наш герой и его команда наконец смогли организовать демонстрацию своего изобретения. Это были привилегированные минуты триумфа. Время, когда нужно было убедить не только себя, но и весь мир в жизнеспособности двигательной установки. Тщательная подготовка и многочисленные испытания привели их к этому дню, когда гипотезы должны были превратиться в реальные факты. Еще недавно скептически настроенные ученые и администраторы НАСА замерли в ожидании результата. Огромный ангар был заполнен представителями научного сообщества, репортерами и, конечно, долгожданными критиками. В зале устанавливалось напряжение, ведь на кону была не только репутация команды, но и прорыв для космической науки. С кристальной ясностью были продемонстрированы процессы, управляющие двигателем, использующим космические явления в качестве источника энергии. Прототип заработал, словно ожил, показав устойчивую работу перед удивленными глазами аудитории. Снижение массы системы и рост эффективности сразу стали очевидны всем, кто наблюдал. Зал наполнился первыми аплодисментами, радостные ответы и выражения лиц свидетельствовали о переломном успехе. Это был момент, когда проект героя перешагнул через границу теории и стал практикой. Явное доказательство концепции дало шанс на изменение парадигмы подхода к освоению космоса, и теперь никто уже не мог это игнорировать. Постепенно стали открываться многочисленные двери для его воплощения и повсеместного принятия. Но впереди были перспективы еще больше, чем когда-либо прежде. Какими же окажутся эти далеко идущие планы? Новые горизонты уже не за горами. Убедительный успех и демонстрация прототипа лишь началом означают настоящую революцию в космических путешествиях. Двигатель, работающий без традиционного топлива, открывает беспрецедентные возможности для исследователей космоса. Представьте себе космический корабль, который не нуждается в нескольких тысячах галлонов ракетного горючего для каждой миссии. Это не только значительная экономия, но и снижение весовых ограничений для кораблей. Теперь без необходимости обеспечивать запасы топлива можно увеличить полезную нагрузку, что открывает целый спектр новых миссий, будь то исследование далеких планет или развертывание более сложных и мощных космических телескопов. Двигатель способен работать вечно, не лимитированный ресурсами и временем, и это меняет правила игры в освоении нашей Солнечной системы. Новая технология открывает дорогу для более долгосрочных космических путешествий, возможности создания постоянных космических колоний и расширения влияния человечества за пределы Земли. Великолепные перспективы также предполагают значительное воздействие на международное сотрудничество в космосе и превращение долгосрочных амбиций в реальность. Все это провоцирует вопрос, как далеко мы действительно можем зайти, если больше не ограничены привычными рамками. Грядущие миссии на Марс, возвращение к Луне и даже подготовка к межзвездным экспедициям это больше не мечта, а вполне достижимая цель. И теперь, когда все взгляды обращены к небесам, возникает нечто более глубокое, что еще человечество способно достичь и какие неведомые тайны ждут нас за пределами нашей звездной системы. Мировое признание стало логичным итогом для нашего героя, чья работа озарилась не только светом успеха, но и его собственным обаянием как новаторского мыслителя современности. Вскоре после демонстрации прототипа новости о прорывном двигателе без топлива облетели весь мир, вызывая удивление и восхищение научного сообщества. Журналистские статьи, ключевые интервью и целые программы по телевизору все это раздувало тему, как пожар, освещая каждую деталь. С каждой минутой наш герой становился все более знаменитым. Признание нашло его в самых неожиданных местах от престижных университетов и исследовательских организаций до общественных мероприятий, где ему предоставляли награды и возможность делиться своими знаниями. На конференциях и в кампусах его идеи резонировали с людьми самых разных профессий и слоев общества, уверяя в том, что его изобретение действительно способно изменить мир. Даже несмотря на колоссальный успех, инженер оставался смиренным и решительно настроенным на дальнейшее исследование границ возможного. Его жизнь теперь была разделена на до и после открытия. Он ощутил, как трудности и бессонные ночи превратились в вдохновение, основным движущим фактором для будущих планов и улучшений. Однако в его мечтах не осталось места для долгого отдыха. Он намерен использовать предоставленную славу и возможности, чтобы привести мир к новым откровениям. Следуя по пути своей большой цели, он готовится к новым достижениям, созданию более совершенных и надежных технологий, которые однажды могут стать привычной частью жизни в космосе. Но самое главное, он вдохновляет новое поколение инженеров и ученых, вселяя веру в безграничные перспективы и вызовы, которые могут идти рука об руку с технологиями будущего. И хотя его проект достиг масштабного успеха, еще более амбициозные планы открывают новые горизонты за пределами традиционных рамок. Каковы же их размах и влияние на будущее науки и технологий? Ответы на эти вопросы изменят наше понимание возможного, прокладывая дорогу к перспективам, которые кажутся бесконечными. После ошеломительного доуспеха и бурного бланпризнания наш герой оказался на перепуте. Он стоял перед открывшимися перспективами и вызовами, которые продолжали захватывать его разум. Его уникальное изобретение открыло новую эру в освоении космоса, дав человечеству надежду на бесконечные приключения за пределами нашего мира. Но что его ждет дальше? И как НАСА планирует воспользоваться полученными знаниями? Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что этот революционный проект изменил парадигму подхода к космическим исследованиям. Двигатель без топлива стал не только научным открытием, но и символом духа поиска и страсти к знаниям. Он напоминает нам, что величайшие достижения возможны, когда они рождаются из мечты и стремления преодолеть неизведанное. НАСА, в свою очередь, видит этот прорыв как возможность притворять в жизнь гораздо более амбициозные проекты. В будущем наш герой, чувствуя ответственность за открытые возможности, собирается сосредоточить усилия на создание еще более эффективных технологий и колоссальных межпланетных миссий, от которых замирает дух. Он хочет вдохновить молодое поколение исследователей и инженеров, чтобы они превратили свои мечты в достижения, способные изменить правила игры. Возможно, именно его работа решит судьбу первых колоний на Марсе или проложит путь к новому пониманию нашего места во Вселенной. Этот проект и его успехи не просто точка в истории, но и вдохновение для будущих поколений, показав, как далеко сможет шагнуть человечество, если отвергнуть пределы возможного. Какой же яркий будущих горизонт и могут ожидать нас впереди, остается вопросом. Возможно, новые технологии начнут формироваться именно из тех фантастических идей, которые кажутся недостижимыми. И кто знает, может в другом уголке Земли другой гений, вдохновленный этой историей, уже разрабатывает следующий великий прорыв. Позвольте мечтам летать и никогда не останавливайтесь на достигнутом.